ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ринг-анонсер объявил, что этот боксер из Омска, по моим данным, что из Киргизии, как бы нам с вами безразлично откуда, лишь бы парень хорошо боксировал, хочется увидеть хороший, достойный бокс, но без лишних травм. Ну вот что сейчас в этом бою и произошло, как бы интересный раунд, хороший, достойный бой, такие бои интересные смотреть. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мамаджонов Фархадбек И ждем его оппонента ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Коля Папов, я его знаю по-любителю, в спортзале его видят. Парень с характером, с сильным ударом, а тут сейчас увидим, как они отбоксуют. Я так понял, что Мумаджонов сейчас в Омске живет, а сам скидывается. 63 килограмма 500 грамм, возраст 22 года. Семью-клопрофессионального ринге из города Римецк, Николай Папов. Все, боксеры представились. Папов ниже ростом, пошире в плечах. Сейчас посмотрим, очень интересно. Как пройдет бой. Я, насколько понимаю, это тоже должен быть 4-х раундовый поединок. Первый регион. Николай Папов сразу пошел вперед. Ну, я вижу, что Мумаджонов не стушевался, смотрит. Что я хочу сказать. Боксеру с понятием. И Мумаджонов далеко не подарок. Чтобы у него выиграть, такого надо будет постараться. Ну, я хочу сказать, это взрослые ребята. И вес достаточно приличный. Поэтому здесь удары пропускать ни в коем образом нельзя. Потому что пропущенный удар, и все, весь бой может закончиться. Мумаджонов держит в напряжении. Здесь, естественно, боксер из Липецка, Николай Попов. За него болеют. Но нельзя пропускать удары. Двойку, конечно, очень прилично провел Мумаджонов. Сейчас в клинчинге, но тут бы уже давно чуть-чуть судья должен был. Боксер попал в неудобное положение. Голову Николая Попова зажал. Его противник там надо было раньше было. Сейчас в углу сработал Коля. Сейчас, ну, реферест тащил боксеров, которые сошлись к клинчу. Молодец, Коля Попов на скачке. Провел левый боковой. Но Мумаджонов пытается реваншироваться. Мумаджонов перекрылся, идет. Несмотря на то, что он выше русского, пытается работать на средней дистанции. Интересный парень, конечно, приехал к нам в гости. Поле сейчас молодец, Николай Попов. Встретят хорошо его. Сложно сказать. Вот я начал, конечно, Мумаджонов лучше. А в концовку Попов провел несколько таких плотных ударов. И раунд выронил. Как бы раунд туда-сюда. На меня смотрелся поинтереснему Мумаджонов. Знакомого чемпиона Центрального федерального округа Дмитрия Роздова. Мы сейчас с ним вместе посидим здесь. Поговорим. Дим, ну что ты, как первый раунд прошел? Что ты делаешь? Дмитрий, не смотри. Посмотри второй раунд, и мы с тобой пообщаемся. Посмотрим твои мысли, выскажем на эту тему. Иди посмотрим. Сейчас я вот Роздова попросил. Он тоже посмотрит и мыслим поговорим. Размашисто работает Мумаджонов. Конечно, надо поуже работать. Попову над этим, конечно, пользоваться. Работать немножко в угол, в разрез. Ну, нужно, конечно, больше ударов наносить. Боксеры слишком много находятся в клинче. В первом раунде было много клинчей. Отлично сейчас Попов встретил. Мумаджонов пытается атаковать. Очень много промахивается. Попов сейчас его очень хорошо начал встречать. Второй раунд начало. У Попова просто пошло намного лучше. Опять встретил. Молодец Николай думает. И не подпускает себе противника. Пытается тоже перейти в атаку, но промахнулся в воздух. Удары пошли. Идет сейчас обмен ударами. А когда обмен ударами, это уже начинается рулетка. Попов молодец. Сейчас защитился. Нарками провел несколько хороших ударов. Это по спине он, да. Слева по голове попал. Ну, ответ получил правый боковой. Николай Попов. Мумаджонов пытается первым номером работать. Ну, много пропускает навстречу. Конечно, кроме активности, нужно еще попадание. Второй раунд закончился. В этом раунде мне больше понравился уже Николай Попов. Сейчас шикарно Николай Попов попал. Левый боковой. У меня такое ощущение, что Попов начинает контролировать ход боя. Просто вот бой начинает идти под его диктовку. Первый раунд он присмотрелся к противнику. Мне кажется, он его просчитал. И начинает уже боксировать. В удовольствии. Бросаться не надо. Можно дистанцию выбирать. Подходить и на выгодную для себя дистанцию работать. Молодец. Сейчас опять пролетели ударом Мумаджонову мимо. Подбадриваются. Николай Попову. Зрители, болельщики. Шикарно опять Коли встретил. Молодец. Только надо не заставиваться. Все время двигаться вокруг противника. И, конечно, встречать. Ну, то, что сейчас Попов и делает. Пытается сам атаковать. Но его удар пролетел мимо цели. Немножко. Конечно, Попов, когда работает вторым номером, встречает противника. У него получалось сейчас намного интереснее и лучше. Вот не надо стоять у канатов. Даже если ты защищаешься. Как бы это можно было Мухаммеду Али делать. Но непростую смерть. Но Попов шикарно сейчас пробил. Правый через руку. Перекрестли. Ну, и зрители мне тоже говорят, что нужно не стоять без ударов, а встречать. Молодец Попов. Ударился сейчас правый в ближнем бою. И попал и левый, и правый. Защищается. Шикарный левый боковой от Попова. И правый попал. Очень интересный третий раунд в исполнении Николая Попова. Просто, вот я говорю, он присмотрелся к противнику. И начал боксировать. Шикарно, шикарно. Вот это да. Судя, конечно, по первому раунду, предположить, что в третьем раунду так Попов начнет разбираться с противником. Было очень сложно. Третий раунд однозначно за Николаем Поповым. Здесь дело только времени, конечно. И в определенной степени удачи, чтобы боксеры добились каких-то успехов на профессиональном ринге. Николай Попов в данный момент прессингует и встретил переднюю руку отлично. За рефери не видно у Попов. Мощно бьет Коля. Знаю, с ним спать нельзя. Ну, нельзя заставиваться. Вот сейчас он чуть-чуть пропустил. Он подсказывает, чтобы руки не опускал. Поднял правильно. Защищаться надо. Нельзя заставиваться. Нужно двигаться. Двигаться, работать, защищаться корпусом. То есть делать уклоны, нырки. Обоюдный обмен ударами. Но в нем Попов сейчас был намного эффективнее. Команда Брэк. Ну, молодец Николай Попов. Все-таки физическое превосходство. Оно явно на его стороне. И оно в четвертом раунде начало сказываться. Мамаджонов опять все в воздух провел. А Николай Попов и потряс противника. У него видно колени подогнулись у Мамаджонова. Попов пытается доработать. И сейчас он просто начинает вести бой к досрочной побеге. В другой момент, хватит ли ему времени для этого. Но молодец. Шикарная серия от Николая Попова. Четвертый раунд. Явно должен быть за ним. Сейчас клинчует. Боксеры пытаются в ближнем бою. Но это возня. Нельзя давать отдыхать противника. Здесь немножко неопытность. Попов сказывается. Но опять пошел в атаку. Попал. Устали, конечно, боксеры. Молодые все-таки. У одного там первый бой, у второго третий. Но молодец. Взорвался вблизи Попов. Все, бой закончен. Да, Мамаджонову, конечно, тяжело. И в третьем раунде пришлось. А в четвертом, конечно, Попов просто шикарен был. Попов просто шикарен был. Для награждения в РИН приглашается Нижегородов Роман Викторович, депутат Липецкого городского совета депутатов, член общественного совета при УВД города Липецка, директор МК РСДП. И Куручкин Антон Анатонович, заместитель начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области. Мы их граждане сами слышали. Мы пригласили работника администрации Липецкой области и депутата областного совета, как я понимаю. В этом бою победу одержал Николай Павлов-Город Рипецк! Заслуженная победа нашего спортсмена. Очень-очень хороший бой.